всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала ну вот сегодня у меня будет урок номер два ну и в этом уроке мы давайте поговорим головной боли любого муха вязальщика это называется дабинг почему головная боль потому что это основной материал который делает тело любой мухи и как бы сказать его используется на это тело очень много материала этого уходит и стоит он тоже не дешево вот а вам на столе для образца показал такие виды даппингов вот с одного я даже ценник не сдирал видите это вот цена получается 1100 рублей это скажем так цена которая была еще пять лет назад то есть у нас хабаровские некоторые хозяева магазинов мы дрались еще пять лет назад выставлять вот такие наборы даппинга вот по такой вот космической цене сейчас такая цена даже с повышением цен можно купить скажем так за 17 за 20 долларов такой вот набор даппинга да как видно это не очень-то дешево да и вот сейчас такая же цена как пять лет назад все зависит от аппетитов магазинов скажем так что они раньше ставили цены неадекватно что сейчас неадекватно и вот в этом видео я вот вам расскажу что это такое да и с чем его едят и как можно самому сделать допинг можно сказать почти халявным путем тем самым как бы не покупать его за эти деньги обойтись самодельным допингом ну давайте сначала посмотрим какие они бывают но от бренды бывает разное это вот допустим бренд slf вот видно это harline dubbing это одни из самых ведущих брендов ну вот как можно эти допинги классифицировать они бывают натуральная до сделана тома и зайцев из лис из белок да скажем так вот это вот чисто натуральный допинг здесь нет никаких примесей смесь только из натуральных шерстяных волокон скажем так из меха животных вот он выглядит таким образом есть допинги полностью искусственные синтетические видим ведь он как дождик весь цветной такой вот блестящий там и очень называет айс видите такой ли с ледяным таким цветом голографическим волокна здесь по сути дела как я понял ничего натурального в этом допинге есть нету вернее есть допинге на половину скажем так натуральное со смешанные с искусственными волокнами видно что вот здесь вот но здесь на камере может быть не очень на таком наверно будет явно видно что вот блески все таки вот с натуральными волокнами чуть-чуть перемешаны вот ну вот что могу сказать по использованию этих допингов вот на практике скажу вам сразу же независимости сделан он из натурального волокна из синтетического из перемешанного из искусственного как правило на поклевки рыб чтобы это влияло я не заметил рыбе без разницы обыкновенная тоже мушка применяется для ловли лососевых пород рыб это горная река да то есть место обитания лососевых пород это горные речки с кристальной чистой водой и у такой рыбы осезание меньше развита она больше ориентируется на зрение на всевозможную цветовую гамму приманки и она если она совпадает по пропорциям и по цвету она его начинает сразу же атаковать то есть осезание у нее минимально это не какой-то там карась сазан сом который там она под нулазит усами это все там асканирует ощущает эти всевозможные запахи в воде сосевые породы рыб к этому скажем так не восприимчивым главное цветовая гамма вот это такой в целом вкратце была такая водная часть и теперь начнем самое интересное я вам покажу как не платить бешеные деньги вот за это вот барахло реально по факту барахло и развод магазина ваш на это лавэ я покажу как это все делается практически на халяву что нам для этого требуется для этого нам требуется купить в магазине прочти по минимальной цене нам моток каких-нибудь не так нитки бывают разные с разной процентов к составляющих там акрил шерсти или еще что-то про это я вам уже рассказывать не буду это чисто все на любителя дело вкуса таких вот мотков не так у меня наверное около 40 разного цвета вот а теперь покажу как из этого сделать даббинговую смесь ничем не хуже чем заводскую за бешеные деньги берем две такие чесалки для животных и берем отрезанную нам нитку которую мы купили в магазине моток нитки примерно по весу 100 грамм стоит 100 рублей то есть мы видим 100 грамм можно приобрести за 100 рублей чтобы лучше из нее сделать допинг советую вам ее распустить по волокнам вот таким вот образом видите то чтобы было не было никаких карточков комышков да то есть это лучше сделать вот таким вот образом дальше все это распрямляем раскручиваем получаем два вот таких волокна но ты уже для сущего эксперимента распущу еще два волокна чтобы можно было это лучше видеть распускаем волокна вместе их все соединяем и начинаем им их прямо на на чесалку для животных резать нарезать примерно вот не знаю сколько тут сантиметра наверно по три по четыре если сделаете очень коротко да то вязать будет тяжело если будет по сантиметру волокна будут очень короткие и не будут при расчесывании мухи да на чесе ну как бы распушаться будут выдираться от этого делать волокна ушел по длине наверно сантиметра 4 ориентировочно и вот так вот их стрижем сюда вот сделали это таким образом берем вторую часть и начинаем вот так вот расчесывать как животины этот способ я позаимствовал моей бабушки я сам родом села и видел когда бабушка стригла овец то потом вот таким же инструментом она эту шерсть совет расчесывала и из нее уже делала привела нитку вот мы видим что у нас из этого получилось вот смотрите чем он хуже настоящего по факту да прям вообще ни одного катышка ни одной зазубринки он просто идеальный можно хоть прямо сейчас пряжу делать смотрите это как для детского творчества там валенки катать или еще что-то кстати у меня дочка творчеством занимается такими заходи в магазин такой допинг даже можно уже купить готовый расчесанный за копейки в магазинах детского там творчества уже такое вот это вот продают получается такие вещи прийти я уже практически допинг вы не сам формирую вот но это дело можно быстренько вот разобрать вот быстро и качественно получается да пинг можно это сделать нитки из любой из любого цвета какого вам угодно по любой процентовой этой составляющей ну вот примеру если посмотреть чем вот он хуже вот этого натурального 10 же тоже шерсть животных натуральных присутствует видите например да с виду не отличить то же самое пальто видите только вот это вот стоит 17 20 долларов а это 100 грамм стоит всего скажем так полтора доллара моток видите как это все быстро делается ну и также для пущей важности можно допустим до пинговые смеси между собой смешивать либо в них что-то добавлять например если есть охотники знакомые или сами являетесь охотников допустим кусок шкуры медведя видим такие волокна у мишки хорошие тот мы допустим можем отрезать сколько нам нужно в пропорции волокон медведя и вот таким образом покрошить в этот дабинг тоже порезать покрошить и потом вот так вот очень тщательно перемешать для пущей важности будет вам очень даже натуральный такой вот допинг с такими вот волокнами от медведя можно также добавить волокна там оленя там изюбря вот не охотники кусочки приносит точно также покрошить и сделать допинговую смесь понимаете вот этим я занимаюсь уже давно сподвигла меня эта идея я глядя на свою бабушку из детства вспомнил как это делается нот лет наверно 10 назад я в свое время в этой области не знаем что то еще таким занимаются но я сделал свою определенную революцию вот сейчас я вам покажу это у меня этого датинга свое время лет 12 10 назад его делал фасовал такие пакеты по грамму и разносил его по магазинам хабаровска и пока хозяева магазинов не понимали что происходит и где его покупаю за такие смешные копеечные деньги они это у меня скупали как сыр с бешеной силой вот на сегодняшний день я скажу у нас в хабаровске много встречается вот такого самодельного допинга то есть вешают сюда бирку какой-нибудь fly hooks там или не знаю флаг fly fish к примеру да там вот сюда картонную на принтере одессе спествуем раз и типа фирменный допинг вот я вам раскрою тайну откуда вот берется этот фирменный допинг за которую вы платите бешеные деньги также на сегодняшний день продаются в магазинах вот такие вот коробочки такая коробочка стоит всего наверное сколько так сказать в долларах наверно доллара 4 такая коробочка покупает отдельно коробочки туда на фасовывают такого допинга и продают так что уважаемые смотрите внимательно за что вы платите деньги понимаете если вы хотите этим заниматься можете сделать это вот все само за минимальные деньги потратить к примеру 1000 рублей купить 10 цветов самых вам необходимых в магазинах да для вязания и сделать себе любой допинг вот такая вот история скажем так вот такая у нас на сегодняшний день правда на самом деле если взять по факту разницы из чего связано вот это муха либо из фирменного либо вот из такого самодельного как я вам показал разницы нет никакой рыба употребляет с одинаковым качеством с одинаковым вкусом я вам скажу но зато это будет обходиться вам просто вот ну в десятки раз дешевле ваше увлечение вот дальнейшее видео тоже буду показывать в таком духе что как из как с помощью минимальных средств связать муху вот такие вот мухи получается и самодельного допинга видите какие они хорошие аппетитные рыба за ними в очередь встает видите но всем спасибо за внимание кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь обязательно на мой канал дальше вот я такими руками буду помаленьку все вам рассказывать и когда уже все я вам расскажу и покажу и тогда уже можно показать как уже вяжутся какие-то определенные модели мухи если кто-то с богатым воображением те уже и сами начнут это все вязать все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал до свидания до новых встреч